Новую систему контроля за пересечением границ планируют ввести в Евросоюзе. В среду в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента был одобрен проект ввода в действие автоматической регистрации иностранцев, прибывающих в Шенгенскую зону. Она предполагает сканирование заграничного паспорта при въезде и выезде, вместо штампов, которые ставятся сейчас и зачастую подделываются. За проголосовали 477 депутатов. Димитрос Аврамопулос, еврокомиссар по вопросу миграции, говорит, наша цель улучшить контроль за внешними границами ЕС, противостоять нелегальной миграции и облегчить управление миграционными потоками. Инициаторы проекта утверждают, что новая система позволит укрепить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, сократить время прохождения пограничного контроля, а также позволит выявлять иностранцев с подложными документами и истекшим разрешением пребывания в Шенгене. Но с этим в Европарламенте согласны не все. 139 законодателей проголосовали против. Австрийский евродепутат Ангелика Милинар, представляющая Альянс либералов и демократов за Европу, говорит, что это нарушает основополагающие права граждан третьих стран, приезжающих в Европу, в особенности, когда речь идет о длительном сроке хранения персональных данных. Данные о пассажирах предлагается хранить в течение трех лет. Пятилетний срок предусмотрен для просрочивших пребывания в Шенгене. Пятилетний срок предусмотрен для просрочивших пребывания в Шенгене. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова